В этом году для юных исследователей подготовили насыщенную программу. По приезде в Ульяновск участников второго края феста поделили на 25 разновозрастных команд, в которых каждый участник в течение четырех дней смог проявить себя в разных направлениях исследовательской проектной деятельности и познакомиться с культурой области. Маленькое путешествие ребята начали со знакомства с достопримечательностями Ульяновска, его историей, перспективами развития, а также сбор информации для будущих проектов. Мы знакомимся с бытом, с торговлей, с ремеслами, с фотопавильоном. То есть отвечаем на обычные простые вопросы. Как жили люди, что они покупали, где покупали, какие были товары, какие промыслы были характерны для Сибирской губернии, какие были мастера. Чтобы поездка получилась продуктивной и разноплановой, каждой команде присвоили свой трек, тему и, соответственно, культурную программу путешествия. При распределении учитывались интересы самих участников. Так, например, команда с треком «История в фокусе» окунулась в историю нашего края. У нас трек заявлен как погружение участников краевеста в целостную среду губернского города Сибирска. Потому что у нас есть территория музея-заповедника «Родина Ленина», где сохраняется историческая деревянная застройка конца 19-го, начала 20-го века. Огромное количество музеев, они все разные, с разными тематиками. Одной из точек на пути следования группы стал музей Сибирской фотографии, где опытный фотограф рассказал, кто такой светописец, и поделился секретами красивых кадров не только в теории, но и на практике. Честно говоря, 150 фотографий как репортаж никуда не годятся. То есть фотографии нужно отбирать. Кульминацией поездки стало представление защиты собственных проектов по краеведческим материалам Ульяновской области, которые ребята собирали в течение трех дней. Такой вид деятельности позволяет не только пополнить багаж знаний, запомнить лучше полученную информацию, но и научиться работать в команде. Мы придумали более социальный проект для школ, сравнение 19-го и 21-го века как раз образование. Придумали мы это более в интерактивной форме, в видео, такими яркими картинками, для того, чтобы современному поколению, основываясь на подростковый возраст, было более интересно это смотреть. Команды из разных регионов. Это довольно интересно именно в плане социализации. В плане того, что разные люди с разными мыслями, с разной культурой должны как-то придумать что-то вместе. Оценили труды юных исследователей и опытные жюри на финальной стендовой конференции. А победители получили дипломы и призы.